МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Импортозамещение, новинки техники, инновационные решения в сельском хозяйстве. Компании из 10 стран принимают участие в международной выставке Белагра. Развитие экспортного потенциала регионов из Гомеля в Китай впервые отправили поезд с удобрениями химзавода. Тест по крови на 60 видов онкозаболеваний белорусские ученые-медики проводят эксперимент по внедрению нового метода исследования. И выбор сделан. Стало известно имя белорусский, которое назначено в основной экипаж для полета на МКС. В эфире программа события в студии Ольга Онищенко. Здравствуйте. Новейшие образцы техники, инновационные продукты, IT-решения для АПК. Масштабный аграрный форум Белагра снова собрал единомышленников из разных стран на выставочной площадке в Беларуси. О чем говорят аграрии и насколько увесистым может стать портфель контрактов, узнаем у нашего обозревателя Олеси Высоцкой. Начну с того, что на Белагра в этот раз приехало 450 компаний из 10 стран. И здесь не только наши постоянные партнеры. Это Россия, Китай, Пакистан, Турция. Но и те, кому интересны наши технологии и продукты. Германия, Вьетнам, Италия, Индия, Палестина. Белагра давно уже отличная площадка не только для взаимовыгодного знакомства, но и заключения контрактов. Россия, понятно, широкое представительство и на выставке с отдельной экспозицией. Представлены 14 регионов. Выставка размещена на площади более 28 тысяч квадратных метров. В основном привозим сюда кондитерский кластер. По Российской Федерации наша пианическая область входит в пятерку по кондитерскому производству. Здесь в прошлый год мы выставляли свои компании. Из них пять компаний подписали соглашение на сотрудничество. В том числе сейчас две компании здесь, которые сюда приехали. Нас очень интересует увеличение объема поставки энергонасыщенных комбайнов на территорию Алтайского края. Неплохо мы работаем с Минским тракторным заводом, потому что на сегодня более 9 тысяч единиц тракторного парка – это минское производство. Машиностроители, как всегда, на высоте. Выставка машин для агробизнеса в этом году просто поражает масштабами. 240 единиц техники, крупные экспозиционные блоки ОМТЗ, МАЗа, Гомсельмаша, Амкадора. Презентовали свои флагманские модели также Белагросервис и Бобруйск Агромаш. Продукцию представил Минский моторный завод и ряд других крупных компаний. Гомсельмаша будет удивлять своим рекордсменам. Флагманская модель комбайна GS2124. Это победитель по намолоту в 2022 году, 6060 тонн. Имеет максимальную мощность, 530 лошадиных сил. Может убирать до 40 гектар за один рабочий день. Организована также спецвыставка «Белферма» и экспозиция «Рыбацкая деревня». На площади более тысячи квадратных метров и «Белпродукт», в котором принимают участие более сотни предприятий со всех регионов Беларуси. Дополнила картинку ярмарка продажа продуктов питания. Плодо-овощную продукцию белорусского производства привезли 12 предприятий. А удобрения и средства защиты растений – 14. В деловой программе 20 тематических конференций, семинаров по разным вопросам ОПК. А насколько увесистым станет портфель заказов, узнаем уже на подведении итогов. А вот итогом 10-го форума регионов Беларуси и России может стать подписание контрактов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Как идет подготовка? Часы еще раз сверили в Уфе. Обсудили деловую программу. Выставка форума объединит десятилетнее сотрудничество двух стран. Будут представлены совместные проекты, включая открытие нового предприятия «Мкадур». Запланирована и масштабная культурная программа. Будет организован фестиваль этнических культур улица Дружбы. Также в рамках форума планируется обсуждение гуманитарной сферы, а именно развитие единого научно-технического пространства. Уже есть союзные программы в сфере нано и биотехнологии, космоса. Разработки будут представлены. Одной из ключевых, понятно, станет секция промышленная. Импортозамещение – наши единые подходы. Контакты на уровне регионов активизируются. И руководители регионов Российской Федерации часто гости в Беларуси у главы государства. Равно как и руководители белорусских областей регионов. И думаю, что те участники форума оценят его по достоинству. Будут здесь частыми гостями не только с деловой программой, но и для того, чтобы расширить свои познания о большой, красивой стране, богатой стране России. Кадор мы планируем к открытию. Это довольно большое и крупное предприятие, которое вкладывает здесь инвестор из Беларуси. Причем у нас есть планы и дальше развиваться. В то же время вы понимаете, что мы покупаем сейчас довольно большое количество и сельхозтехники, и коммунальная техника у белорусских партнеров. Это тоже будет поводом для обсуждения. Мы с большим интересом смотрим на автобусы междугородные белорусские. Мы с большим интересом и уже сотрудничаем в плане производства троллейбусов. Ожидается, форум станет настоящим праздником дружбы народов. Планируется подписание ряда соглашений по туризму. Кстати, сейчас совместно с коллегами из Башкортостана прорабатывается вопрос открытия второго регулярного рейса в неделю по маршруту Уфа-Минск. Увеличение частоты перелетов позволит организовать удобную логистику для делегатов форума, а также участников культурной и спортивной программ. Десятый юбилейный форум, напомню, в Уфе 26-28 июня. Белорусские удобрения, отправленные в Китай, экспортные возможности расширяет Гомельская область. Ждем подробностей. Железнодорожный сервис по доставке в Китай белорусских удобрений из этого региона организован впервые. Полторы тысячи тонн отправились на помощь фермерам Поднебесной для выращивания кукурузы, сои, риса, овощей и фруктов. Груз преодолеет 7 тысяч километров. Наша компания успешно на китайском рынке занимается удобрением импортным уже более 10 лет. И благодаря дружественным отношениям между Белоруссией и Китаем наша компания завершила успешную закупку и отправку. Хотим дать нашим фермерам и крестьянам лучшее удобрение из Белоруссии. Готовы грузить ежемесячно по два таких контейнерных поезда. Готовы рассмотреть разные, конечно же, марки на отгрузку в Китайскую Народную Республику по заявке потребителя. Заинтересованность в увеличении объемов поставок высказывают обе стороны. В обратном направлении с КНР поезд доставит сырье и комплектующие для белорусских предприятий. Спасибо. Обзор подготовила Олеса Высоцкая. Больше новостей из сферы экономики и не только на сайте нашего телеканала беларусь24.by. В Беларуси впервые будет реализован республиканский медицинский трудовой проект. Участие в нем примут учащиеся и студенты профильных учреждений образования. Сколько человек объединит инициативы и чем сегодня живет судотрядовское движение Беларуси? Спросим у второго секретаря Центрального комитета БРСМ Александра Прохорова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Итак, давайте начнем с новостей. Что это за новый проект и почему вообще в принципе выбран медицинский профиль? Ну, вы знаете, реализация медицинского трудового проекта – это как раз яркий пример того, как в Беларуси у нас поддерживаются инициативы молодежи. Потому что на одной из диалоговых площадок со студентами Гродненского медицинского университета мы как раз обсуждали, что медицинский профиль активно развивается. Мы говорили о трудоустройстве и ребята подняли вопрос, что было бы здорово, что наряду с такими уже известными крупными трудовыми проектами, которые реализуются по линии строительства, педагогики, производства, было бы здорово организовать и медицинский проект. Мы посмотрели на этот вопрос совместно с Министерством здравоохранения немножко шире и определили то, что здесь будут у нас и учащиеся колледжи профильных, это непосредственно младший медицинский персонал, так и студенты высших учебных заведений, это уже средний медицинский персонал. Поэтому июль-август, свыше 60 человек, приглашаем и вас, и наших телезрителей, приехать в молодежную столицу Республики Беларусь, в город Новополоцк. Здесь у нас будут задействованы учреждения здравоохранения как Новополоцк, так и рядышком города Полоцка. Поэтому большая гражданско-патриотическая программа воспитания, культурно-досуговая, творчество, спорт. Я уверен, ребятам понравится, поэтому всех ждем. И, быть может, а мы ставим такую задачу для себя, этот проект станет ежегодным. Студотряды, наверное, самое популярное молодежное движение. О чем вы объясняете такую популярность? И чем вообще сегодня живет вот это наше движение белорусское? Ну, знаете, если говорить буквально, чем живет сегодня студотрядское движение, то все студотряды нашей Республики в предвкушении открытия третьего трудового семестра. Мы уже сложившиеся добрые традиции откроем непосредственно накануне Дня молодежи и студенчества, 24 июня в городе Минске. Ну и, конечно, и мы, как организаторы, так и ребята студотрядцы понимают важность и значимость этого года. Этот год все-таки юбилейный, год 60-летия белорусских студенческих отрядов. И на нас, конечно, лежит высокая степень ответственности. Это как раз тоже хороший пример того, что удачного и лучшего, то, что мы сохранили от советского периода, еще от комсомола, и благодаря, конечно, колоссальной поддержке главы государства, мы не только сохранили, но и вывели на новый качественный уровень работы студенческих отрядов. Это и такие важные и знаковые объекты, которые вы знаете, там Белорусская атомная электростанция, мемориальный комплекс Хатынь. В прошлом году наши ребята строили и объекты космодрома Восточный, свыше 8 тысяч километров Амурской области. Это не стало помехой, ребята хорошо отработали, и ряд других, конечно. Но и также это подчеркивается в количестве трудоустроенных. Только в прошлом году мы смогли свыше 42 тысяч человек трудоустроить. Но и мы видим сегодня, что запрос как со стороны нанимателей, так и со стороны молодежи только возрастает на работу студенческого отряда. Вот на нынешнее лето что предлагаете, где ребятам можно будет трудиться, ну и в каком профиле себя применить, вот помимо медицинского, о котором мы говорили сегодня? Ну, мы говорим о том, что у нас в стране 7 профилей отрядов. Я уже называл это медицинский, строительный, производственный, педагогический, сервисный, сельскохозяйственный и экологический. Поэтому любой молодой человек может найти себе применение по своим интересам, по своему профилю. Конечно, мы подчеркиваем, что указ главы государства определяет работу студенческого отряда не только в летний период, а она круглогодичная. С 1 января по 31 декабря есть такая возможность. И у нас уже на сегодняшний день свыше 6 тысяч отработало в составе студенческого отряда. Но, конечно, мы будем задействованы во всех сферах. У нас только сегодня свыше 38 тысяч есть мест для работы студенческих отрядов по всей республике. И это только тут на начало лета этот перечень будет еще расширяться. Поэтому наряду с проектами мы продолжим реализацию. То, что определили в стратегии, это республиканские крупные трудовые проекты. Это и МАЗ, и Атлант, и МТЗ. Впервые в этом году мы подписали соглашение, и 200 человек у нас будут работать в Гомеле, на Гомсельмаше. Вышли на новый уровень сотрудничества с Белорусской железной дорогой. Непосредственно сотни ребят будут работать впервые у нас проводниками пассажирского вагона, монтеры путей. Но и в целом, конечно, работа в регионах, поэтому лето обещает быть традиционно насыщенным, напряженным, трудовым, но и очень интересным. Насколько сегодня активно развивается международное такое вот сотрудничество вот в этом плане, студенческом? Могу отметить, что мы активно работаем по международному сотрудничеству. И знаете, как отечественные наниматели, так и зарубежные, они хотят в своих рядах видеть белорусского студента, наши белорусские студенческие отряды. Потому что знают, что это ответственные, целеустремленные, трудолюбивые ребята. И у нас большой трудовой десант в этом году во Всероссийском детском и здравоохранительном центре «Орленок». Детский лагерь «Морская волна» — это Краснодарский край, ТОПС, там и сервисные, и медицинские, и педагогические отряды работают. Мы, опять же, благодаря главе государства продолжим сотрудничество с «Роскосмосом». И наши ребята второй год подряд поедут строить объекты космодрома «Восточный». Крупный международный медицинский проект ожидается в Новокузнецке. Наши ребята готовы достойно представить Республику Беларусь. Мы готовы и в ближайшее время выезжаем туда, направляемся. Это далеко не весь перечень объектов. Хотел бы отметить, что международное сотрудничество — это не улица с односторонним движением, что только мы куда-то выезжаем. Мы нацелены на приглашение и наших коллег, чтобы приехали, посмотрели, и нашу страну. У них есть такой запрос, и в этом году будут и медицинские отряды из Санкт-Петербурга, из Воронежа у нас работать. Ребята из Республики Татарстан-Казань приедут на наши крупные республиканские проекты. Это и МТЗ, и ГОМСельмаш. Поэтому мы активно работаем в этом направлении, и в дальнейшем будем также его совершенствовать. Ну что ж, спасибо вам. На вопросы программы ответил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров. Далее в программе события «Новые технологии в медицине», выбор белорусский для полета на МКС и аудиогид по Бресту. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа события на Беларусь24, и мы продолжаем. Белорусские ученые-медики проводят эксперимент по внедрению нового метода исследования на наличие онкозаболеваний. Подробности узнаем у нашего обозревателя Светланы Черновой. В основе метода анализ крови из вены тест позволит выявить более 60 видов онкозаболеваний на разных стадиях. Пантум-детект предназначен для обследования здоровых людей. Тест точный. Проходить его медики рекомендуют тем, кому за 40. И при этом для выполнения теста есть определенные ограничения. Все, кто захочет его пройти, заполнят анкету. Забирается кровь, производится с помощью проточной цитометрии выделение клеток иммунной системы, макрофагов, и в них обнаруживаются обломки опухолевых клеток. Если анализ отрицательный, то есть этих обломков нет, то пациент в принципе свободен, можно его вообще не обследовать. Если анализ положительный, а он бывает в 2-4% случаев положительным, требуется значительная уточняющая диагностика по поиску злокачественной опухоли. По всей стране планируется открыть более 120 лабораторий по забору крови, начнут в Витебской области уже в июне. Также нашими онкологами внедрена картотерапия. Такой способ успешно работает для взрослых и детей. Новые технологии появились и в области травматологии, ортопедии. Ждем подробности. В Минске прошел мастер-класс по эндопротезированию тазобедренного сустава с передним малоинвазивным доступом. Метод позволяет уменьшить количество кровотечений и устранить риск осложнений после операции. При этом через 2 часа пациент уже может ходить. Опытом делился итальянский хирург-ортопед, а следить за ходом операции можно было онлайн. Для лучших хирургов-ортопедов Беларуси организовали прямую трансляцию. С этой техникой я работаю в 99,9% случаев. Она обладает большим количеством самых разных преимуществ. В том числе позволяет осуществлять ревизию, то есть проверку того, как именно функционирует новый сустав с минимальным вмешательством, в отличие от других видов вмешательств. Например, в том случае, когда у нас используется боковой доступ. Касательно белорусской медицины, могу сказать, что я впечатлен опытом коллег. Они хорошо подготовлены, и в сотрудничестве с ними мы смогли провести здесь эту операцию. Плотное сотрудничество у нас налажено с нашими коллегами из России, естественно. Узбекистан, Казахстан, Грузия. В перспективе планируем создать на базе РНПЦ травматологии международный образовательный центр для стран Восточной Европы по протезированию крупных суставов. За прошлый год в РНПЦ травматологии и ортопедии провели более 8 тысяч антопротезирований крупных суставов. Для полета на МКС определили белорусскую женщину-космонавта. Что известно об участнице экипажа? В основной экипаж для полета на МКС назначена Марина Василевская, бортпроводник авиакомпании «Белавия». Впервые публичное знакомство с ней состоялось в ходе посещения Александром Лукашенко Центра подготовки космонавтов в подмосковном «Звездном». Тогда президенту представили шестерых претендентов в космонавты от Беларуси. С Мариной Василевской глава государства пообщался лично. Ощущение незабываемое, конечно. Просто на всю жизнь, наверное, но испытания сложные. Но так как я бортпроводниками компании «Белавия», наш гидрог готов. Немножко легче. Да, немножко легче. В зону турбулентности она попадала. Перегрузочки, наверное, надо держать. Нет, молодец, молодец. Задачи ставились. Устроил я вам жизнь. Ну, хоть будешь что-то вспомнить. Конечно. Надеюсь. Молодец, молодец. Все получится. Белорусский детский хирург Анастасия Ленкова назначена дублером Марины Василевской. Экипаж 21-й экспедиции должен полететь на станцию в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25». Космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля. Беларусь продолжает принимать детей из регионов, которые столкнулись с военными, природными и техногенными катастрофами. В этом сезоне в Зубрёнок приедут 225 детей из Сирии. Как организованных отдых? Уже завершилась первая смена. Её участниками стали 75 ребят. В основном это талантливые подростки, отличники в учёбе, участники пионерского движения, победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Для ребят организовали насыщенную программу. В ежедневном расписании посещение бассейна, сауны, спортивных залов, катание на скейтах, роликах и велосипедах. Экскурсии в мирские и несвижские замки. Впечатление произвела и столица. Посетили национальную библиотеку, музей Великой Отечественной войны и аквапарк. Ребята в смене посещают соляную пещеру. Им оказываются различные виды массажей. Это и гидромассаж, это и ручной массаж. Также ребята посещают процедуру аэро-ионотерапии. Сирийские ребята отлично идут на контакт с белорусскими детьми. Уже есть множество историй дружбы. И мы надеемся, что когда ребята разъедутся по домам, то эта дружба будет продолжаться уже в социальных сетях. Я бы хотела поблагодарить президента Александра Лукашенко за то, что он предоставил возможность нашим детям приехать в Беларусь. Познакомиться с ровесниками отсюда. Я даже не ожидала. Когда мы приехали, ребята даже не почувствовали, что они в другой стране. Их приняли очень тепло. У вас интересная культура, замечательный и дружный народ. Программу оздоровления школьников из Сирии в 2017 году предложил разработать наш президент. С тех пор более тысячи детей смогли оценить белорусское гостеприимство. Аудиогид по Бресту разработали местные школьники. Какие маршруты есть в приложении? Ребята собрали самые популярные объекты города и интересно про них рассказали. На виртуальную карту попали пешеходная улица Советская со старинными зданиями и знаменитой аллеей фонарей, где можно увидеть около трех десятков кованых арт-объектов необычных форм. Например, в виде литературных героев и сказочных персонажей. На проект у школьников ушло два месяца. Чтобы информация была достоверной, ее собирали из разных источников. Идею поддержали местные власти и предложили продублировать гид на английском и немецком языках. Пока в приложении только три пешеходных маршрута по Бресту, но их хотят дополнить велосипедным и автомобильным. На этом участке аллеи сосредоточены несколько композиций, которые пользуются особой популярностью. Когда я сама озвучила, я представляла лично себя туристом, который первый раз посетила город. И мне, конечно, хотелось слушать не просто сухую информацию, а какие-то интересные факты, чтобы узнать про город что-то новое, необычное, узнать какую-то изюминку. Мы учим наших современных детей, наше учреждение правильно анализировать информацию и смотреть в различных источниках, правильно ее компоновать и преподносить ее другим. Источников достаточно много. Самое главное – найти ту правду, которая была в нашей истории. В планах масштабировать проекты и подключить к созданию аудиогида другие школы Бреста. Спасибо. Обзор подготовила Светлана Чернова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, у нас будет представлено 20 видов спорта, включая спортивную борьбу, которая имеет в своем составе и женскую вольную борьбу, и вольную борьбу, и греко-римскую борьбу. В том числе у нас включены и неолимпийские виды спорта. Поэтому постарались собрать такой интересный состав разнообразных видов спорта, которые имеют хорошие традиции в Республике Беларусь, развиваются также в других государствах, которые примут участие. И я думаю, что вот тот состав, он действительно сбалансирован и интересен будет в том числе и белорусским болельщикам, ну и иностранным гостям. Какие белорусские города подключатся к этому масштабному празднику? Куда можно будет приехать, чтобы понаблюдать за состязаниями? Ну, фактически по всей Беларуси будут проходить соревнования, будут задействованы все регионы. Если говорить более конкретно, то это пять наших областных центров. В Минской области будет задействован Солигорск, Молодечино, Борисов, город Минск. Ну и, конечно же, еще Гомельскую область зацепили, такое хорошее в спортивном плане. Да и вообще в целом очень интересный город, как Жлобин. Атлеты из каких стран приедут к нам в Беларуси? И что можно в целом сказать про их уровень? Только ли это национальные команды будут представлены? Пока что эта ситуация динамичная, потому что вы сами озвучили это почти два месяца еще до начала игр. Но в настоящее время мы имеем подтверждение от девяти стран СНГ, а также еще шесть стран, которые не входят в состав Содружества. Поэтому эта работа проводится, она очень интересная. Многие государства проявляют интерес. Кто-то осторожный интерес, кто-то активно стучится. Поэтому мы будем рады видеть любые государства, которые захотят принять участие в этом прекрасном мультиспортивном форуме, на котором в том числе мы, как организаторы, сможем показать нашу страну, прелесть наших регионов. Ну вот еще два месяца, но как мы готовы на сегодняшний момент? В первую очередь речь, конечно, об инфраструктуре необходимой, ну и спортивном, понятно, объекте. Наверное, такая пора уже ближе к финишу. Мы вышли на финишную прямую. Сейчас очень активно проходят у нас тестовые соревнования, которые начались с 1 июня по всем видам спорта. И очень активно членами организационного комитета, министром спорта посещаются все спортивные объекты, и не только, и места, где будут задействованы, места размещения, места питания. Ну все-все-все-все охватывается и, ну можно даже так сказать, как инспектируется для того, чтобы на данных объектах, ну все было на самом высоком уровне, чтобы и регионы, и все организаторы навели лоск. И нам было очень приятно представлять, вот, скажем так, страну-хозяйку в таком очень достойном, красочном виде. И все же мультиспортивный праздник, это не только про спорт, еще планируете презентовать наш туристический потенциал Беларуси. Чем будете удивлять? Ну, прежде всего, это, наверное, традиционными нашими историческими местами сформированы различные планы и в регионах, и агентствам по туризму, в министерстве спорта. Поэтому информация уже имеется и на сайте, и на сайте агентства, и на сайте игр. И регионы очень активно проявили себя в этой части, потому что каждый хочет показать свою изюминку, показать свою историю, традиции, знаковые места. И, вы знаете, действительно, нашим гостям очень понравится. А тем более, что указом президента, который был подписан 13 мая, в том числе, имеется один из пунктов, который предполагает, как на крупных, таких серьезных мультиспортивных форумах, имея при наличии аккредитации для всех иностранных участников, если даже у нас установлены какие-то визовые отношения, без виз будет установлен с 3 июля по 31 августа. И период, как вы видите, он даже расширен, чтобы была возможность, если кто-то заранее приедет на подготовку, потренироваться, вот, и уже там, может быть, кто-то проявит энтузиазм и еще захочет остаться в Республике Беларусь на какой-то короткий промежуток времени, чтобы, ну, мы понимаем, сложно охватить всю страну за такое мероприятие, но кто-то захочет еще съездить и посетить какие-то регионы в рамках нашего спортивного мероприятия. Ну что ж, спасибо. На вопросы программы ответил Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси. Итоги анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе АТН «Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте беларусь24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok